Водная сеть Система этого участка следующая Накопительные водоемы За террасированным валом Они собирают воду с вышележащих поверхностей Первая точка внутри Самого участка это кратерный сад Большой пруд Это конечная точка воды на данном участке Перелив пруда Уводит воду за участок В самом начале, когда мы изучали Движение воды на этой территории Вся вода движется Практически с поля С леса Система водоснабжения Планируется на этом участке С этого угла Вода будет с леса сюда поступать Накапливаем воду здесь И здесь Трубы там специально лежат Тоже будет перелив И вода будет уходить в кратерный сад И после того она будет еще дальше по трубе Уходить в основное большое озеро Поймав воду один раз в начале участка В его верхней точке Вы эту воду разводите по всему участку Мы разводим по всему участку То есть этот проект полностью на воде поверхностной То есть вы не достаете воду Воду не достаем Это вся вода будет Именно талой снега Паводковая вода И осадковая вода Как думаешь система наполнится Вот с осени Или осень-весна Скорее всего осень-весна С осени будет мало Но если будут обильные дожди Тогда она наполнится Здесь отличное место Для демонстрации того Каким образом вода Размывает берега Не укрепленные корнями растений Вот посмотрите Здесь вот эта часть Укреплена корнями Здесь же этого не было сделано пока Естественно это будет сделано потом Вот соответственно вода идет С более высокого участка Она заходит сюда И вот тянет, тянет, тянет И вот образуются вот такие овраги Исправляется эта ситуация очень легко Поскольку уже существуют борозды На вот эти поверхности Наносится плодородная почва Которая как раз за эти борозды Будет цепляться Она наносится Чуть-чуть уплотняется Засевается семенами И закрывается мульчой И уже через буквально две недели Корни растений схватят ее И это будет надежный склон Вот такой же как находится слева от меня Здесь строится кратерный сад Есть пока только Только один этаж Дальше будет больше Здесь будет терраса И еще одна наклонная поверхность Водная система кратерного сада Приток и отток Вот эта труба отток Она забирает лишнюю воду Вода поступать будет вот по той трубе Внизи не будет располагаться Водная часть кратерного сада Которая одновременно служит зеркалом Отражаясь от которого Солнечный свет усиливается На панелях кратерного сада Вот этот отток Во время дождей Начинает работать И уводит в воду В сторону большого труда Вот та самая приточная труба Большого пруда По ней в большой пруд Приходит вода из кратерного сада Что примечательно У этого пруда Глубоководная часть Нижний его этаж Выполнен по технологии Глиняного замка То есть это как бы глиняная чаша Потому что на самом деле На трех метрах здесь Песчаные почвы Которые пропускают воду И соответственно вода Если не делать такую чашу Вода которая бы набиралась Она уходила в грунт Здесь же было сформировано Сформировано дно водоема На песчаной почве А потом нанесен слой Глинистой почвы Которая вместе с водой Поливалась водой Или был наполнен предварительно Немножко водой Ковшом перемешивался Вот эти перемешивались Два грунта И усаживались То есть получается Что нижняя часть Это нарощенный Глинистый слой Который держит воду Здесь очень хорошо видна Система перелива Это будет такой Стандартный для Хольцеровой пермакультуры Г-образный перелив Вот эта труба Которая уводит воду За границу участка В нее будет подключена Вот такая Г-образная муфта И в эту муфту Будет вставлена Вот такая Вертикальная труба Верхняя часть Этой трубы Верхняя часть Этой трубы Она и будет Верхним уровнем Водоема То есть Зеркало воды Будет регулироваться Вот как раз Верхней частью Этой трубы Если нужно Если нужно Спустить водоем То эта труба Наклоняется И соответственно Уровень воды падает Понятно, что вот этот Ров Будет засыпан Над нами будет проходить Вот здесь вал Вот тот самый Террасированный вал Трехступенчатый Эта труба Будет находиться Внутри этого вала Обычная Канализационная труба ПВХ Подготовлена К тому Чтобы быть засыпанной Обернута В некий холст И обмазана Цементом Для того, чтобы Сцепление цемента С этой трубой Улучшить Я думаю, что Она была предварительно Зашкурена Чтобы цемент цеплялся Это делается для следующего Когда эта труба Засыпется И водоем наполнится Вода будет давить На стенку На стенку Берега И для того, чтобы Вода Не шла Не просачивалась Между Между вот этой Скользкой Вот этой скользкой Поверхностью трубы И землей Чтобы она не находила Свой путь Вот в таких вот щелях И соответственно Не подмывала Всю конструкцию Делается вот такая вот штука Кру